Так, когда мы устанавливаем этот шкаф, я надеялась, что Белла перестанет со второго этажа, с лестницы, прыгать на диван. Но, увы и ах, Белла там устроила свой домик и продолжает прыгать. Супер. Блин, я забыла, какая. Белла там устроила свой домик и продолжает прыгать на диван. Белла там устроила свой домик и продолжает прыгать на диван. Белла там устроила свой домик и продолжает прыгать на диван. Белла там устроила свой домик и продолжает прыгать на диван. Понятно. Понятно. Снова. Снова. Так, в смысле? Белла, убирай телефон. Давай читай. Почему? Почему? Что почему? Нам, между прочим, родители мужа привезли очень старые книжки. И вот, например, математика. Третий класс. 1985 год. Я обожаю такие книги. Как будто мы знали, что мы знали. Мы же вместе смотрели. И на английском, и на русском. Так что будем читать. Кстати, помню, эта книга у меня такая же была. Эта книга, это 1965 года. У меня огромный опыт в изучении языков. И хочу сразу поделиться своим опытом для того, чтобы многие, кто пытается выучить, но никак не получается, не думали, что они просто какие-то не такие, им не дано. Потому что я всю свою жизнь учила английский язык. И реально думала, что мне не дано выучить до того момента, пока я не начала учить турецкий язык. Турецкий язык я изучала в группе. Групповые занятия были. Но у преподавателя был правильный подход. Во-первых, она всегда скидывала ссылку на приложения именно тех слов, которые мы учим по теме. Где ты в легкой форме их в приложении изучаешь. И на самом деле это намного проще, если тебе просто дают список, говорят, учит. Это нереально. Вот. Плюс отдельный файл с правилами. Каждый раз на уроке она рассказывает правила, а потом скидывает в файле для повторения. Ну, плюс, конечно, домашка для укрепления, и потом проверка домашки. В общем, вот эта тема реально работает. Поэтому турецкий я сейчас знаю намного лучше, чем английский. Хотя английский учу всю жизнь. Обидно. Но да ладно. Самое главное, что я нашла действительно правильный подход, который позволит тебе выучить язык, а не мучиться всю жизнь, как это делала я. В общем, сейчас я специально искала платформу похожую, с похожим подходом изучения английского языка. Я ее нашла. Она называется EnglishDom. Там, правда, не групповые занятия, а индивидуальные, что, по сути, ускоряет твой прогресс. Плюс изучение слов по карточкам, что очень хорошо помогает выучить слова. Отдельно идет грамматика, отдельно еще видео по фильмам с субтитрами. Плюс разговорные клубы, что тоже очень важно. У меня это в турецкомском было. Вот. И самое главное, что тебе не нужно ни за что платить дополнительно. Ты оплачиваешь уроки, и у тебя все в одном месте. Поэтому эта схема рабочая, ребят. Я сняла кусочек урока. Сейчас я вам все покажу. Ты будешь восхищаться Рональдо, если он проиграет. Уилл. Ну, я с Уилл. Ваш уровень я оцениваю как проинтермедиа. Рекомендую для прохождения курса. Это приложение для изучения слов от нашей школы. По фильмам, сериалам и много-много разного. Уилл. Это вся структура урока. И по каждому из этих разделов преподаватель проходится. В каждой своей практике он может быть домашняя работа. И там сразу же по факту выполнения будет видно, где ошибка. Словарь, куда вы как раз можете добавлять все незнакомые вам слова. У нас сегодня Мия сбежала к рабочим на стройку, да? Кто у нас черная девочка? Коты в шоке. Артин, скажи, что это черная собака белая? Вроде белая у нас была. Да, Мия? Кошмарь. Вот у нас единственное черное существо. Удобнее. Биби, все хорошо? Все хорошо? Светочки дома нет, да? Вроде есть. Хе-хе-хе. Класс. Ну вы красавчики, ребята. Мее нравится. Мее ссорит и не сможешь запрыгнуть. Ой, не могу ссорить. Мартин, Это как будто ты ее не знаешь Наша погодка сегодня Вот такая Хоть и холодно Но все равно красиво Это лодочка? Я не знаю, у нас как-то в Москве И так идут Держись Держись Сейчас Какая гимнастика с удовольствием? А что у нас? Ты злая добрая кошка? Злая добрая кошка? Да Потрясающе Ну вот Позвнимали Буги-буги Ну все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сюда горы, лопату и дом на дереве. И я тут могу даже копать пещеры. Безумно прекрасная лопата. Мне кажется, самая интересная игра у нас получилась. Я лично счастлива, что Мите понравилось, потому что онлайн-уроки программирования — это не только новые навыки, это ещё развитие фантазии, математических способностей, практика английского, что повышает успеваемость в школе. Обратите внимание на очень важный бонус к полезному увлечению. А для моих подписчиков по этой ссылке урок будет бесплатный. Ну, так и зачем тебе компьютерный? Ну, чтобы создать свою собственную игру. Ну, ты же понимаешь, чтобы создать собственную игру, надо учиться. Вот тебе сегодняшний урок понравился? Очень. По программированию? То есть ты... Какой дух хочешь? Ну, на пробегу ты опять. Ну, окей, я тебя услышала. Мы теперь с папочкой будем обсуждать это. Я вам скажу по секрету. Я тоже. Пока я пытаюсь... ...звылить Беллу, меня кто-то очень сильно пилит взглядом. Что? Что, Биби? Что? Что? Типа, говорит, ехать. Так, кого мы поздравляем? С окончанием... ...экзаменов и начало каникул. Ура! Едем отмечать кофейком и горячим шоколадом. Ну, теперь как мы Белле расскажем, что на рождественские каникулы ты вместе с ней отдыхал, прогулял в школу, а теперь ты будешь отдыхать, а Белла пойдет в школу. Что делать? Не знаю. Смириться. Окей. Ну что, Биби, прогулка по саду? Пойдем. Я хотела вам показать вот эту красоту. Это плетистая ежевика. Я, честно говоря, думала, что она не выживет. И вот, смотрите, как она от корня пошла. Вообще супер. Ее нужно теперь зацепить за что-нибудь. И тогда все будет прекрасно. Так. Все животные встретили. Мия, привет. У нас гранат. Не подоносит, который год. Я думаю, прочитала в одном блоге, что нужно просто обрезать веточки, чтобы они не были такими густыми. густыми. И то же самое касается нектарина. Надо все пообрезать. Да, Мия? Пойдем дальше. Лучше всех себя чувствует маракуйя. Посмотрите, куда она уже добралась. Вот она где. про вот эту оранжевую штуку не спрашивайте. Это дети уже тут базу себе строили, намотали. А это был ветер у нас такой сильный. Все улетела. Ну что, это животные. Теперь за мной все втроем. Я А, роза. Хотела вам похвастаться розой, а она уже все опала. Такая была красивая. Ну вот. Ну ладно. тоже есть что показать. Вот, смотрите, какое у нас небо сегодня паспортное. Уже хотели тепла, весны и загорать. Хотела показать вам еще малину свою. Многие спрашивают, беспокоятся. И вот смотрите, пошли росточки. Вот они. Представляете, вот чего я точно не ожидала, что малину будет. Это мой жасмин вкусовой. И смотрите, какая шишка на нем выросла. я, честно говоря, впервые за два года вижу, чтобы у нее на жасмине что-то... Вот, смотрите, еще черное. Что это, я не знаю, потому что цветочки у нее... у него, господи, обычно цветут беленькие, классические, ничего такого не было. Кто знает, подсказываете. В принципе, так, даже бугенвилля не опало. Это магия. Где, ребят? У нас бег. У-у-у! Обалдеть! Макс! Ой, прям в руке! Ну, куда же открываешься? О! Чтобы вы понимали, как-то типа рпетка. Книжочек! Бисси! Это пешки? Это лед, Белла. Что такое град, по-твоему? А-а-а! Соскучилась по снегу? Да! по снегу? Да! Соскучилась по снегу? Да! Соскучилась по снегу? Для Мии это вообще, впервые! Вон! Стреляйте! 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 Смотри, что надо сделать, он может прорваться! Да, что делать-то? Стреляйте! 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 Как? У детей тут сразу! О, Митя, Синька. Вик, ничего себе. Петрой. Молодец. У Биби истерика вообще. Напугалась, бедная. Но любопытно. А, нет, нет. Митя, а что со штанами? Юга, ты в шоке, да? Ты что это такое? Это называется. Повезет, повезет. Митя, мне кушать нельзя. Нет. Ну что, Митя? Повезет. Повезет. О, Господи, дурашка. Пахнет вымем, просто невероятно. Я в шоке. Прям лимонами пахнет. Пахнет вымем. У меня нет. Она говорит, у меня нет. Так, ну что, всем доброе утро, смотрим, какая сегодня у нас погодка, ну, погодка холодная, я удивилась, знаете, чему, что снег до конца не растаял, у нас все-таки ночью был минус. Правильно? Так, что у нас тут еще? Вот, смотрите, бугенвилья. Вот так она сейчас выглядит, все, немножко побило, а вон наш навес. Так, ну что, смотрим, ну, почти растаяла, но еще не до конца, но уже на весь нормальном состоянии. Кто бы не писал, какой он хлипенький, как видите, выдержал абсолютно все. Я просто хочу показать, насколько мы вчера были близки от пола. Вот. Такой же навес, как у нас. Посмотрите на это. Я снова это сделала. Я начала опять заниматься спортом, девочки, боже мой, вы себе представить не можете, сколько счастья сейчас во мне после тренировки, после долгой паузы. Когда ты регулярно занимался спортом, после этого отдыхал долго, ощущение просто постоянного морального истощения, физической вялости, усталости, в общем, ужасно. Вот просто прям на грани депрессии себя постоянно чувствовала. Теперь нет, теперь я чувствую себя прекрасно. У нас была долго еще плохая погода. Вчера был снег, позавчера дождь, а сегодня хорошая погода, солнышко. Я же снимаю тренировки еще и для марафона, который скоро будет, 7 февраля. Записи, кстати, пока еще нет, временно приостановлено, потому что у нас кое-что меняется. Но парафон будет в том же формате, 20 минут в день, кардиотренировки, силовые на все группы мышц, и пресс, и ручки, и ножки, меню от диетолога. В общем, все-все, скоро будет, скоро объявлю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле не считаю, что это проблема. Сейчас можно найти кучу альтернатив в обычной работе в офисе и больше проводить время с семьей, допустим, как мы с мужем. Поэтому я советую обратить внимание на профессии, которые можно делать удаленно. Еще хочу добавить, что каждый человек за один месяц может стать специалистом, востребованным в онлайне. И лично я знаю очень хорошую академию Five Digital, которые запускают 31 января открытый марафон по изучению самой популярной профессии в онлайне. Угадаете, какая? Ну, конечно же, таргетолог. На нем вы как раз узнаете, кто такой таргетолог, и почему эта профессия стала такой популярной в онлайне. Поэтому не теряйте возможности, обучайтесь и становитесь лучше. Все, что я хочу вам сейчас показать, должен увидеть просто каждый. Смотрите, просто вау. Их две. Радуга. Две радуги. А где другой конец, непонятно. Представляете, вау. Просто вау. Редактор субтитров А.Семкин. Оставлю еще раз ссылку на инстаграм урол про и вторая ссылка на озон. Потому что теперь их можно заказать там, это очень удобно. И эти полоски я очень люблю, потому что после них не болят зубы. И они не разрушают эмаль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok У Беллы нет проблем с развитием речи. Мы буквально недавно проходили пробные занятия с логопедом, она это подтвердила. Вообще и у Митти, и у Беллы достаточно поздно встали Шипящий и Эрб, где-то после шести. Митя вот занимался с логопедом. У меня 6 лет, я помню, как долго в Москве искала специалиста, который смог бы приезжать домой заниматься. Но сейчас, к счастью, все удобно, есть все онлайн. И вот я нашла очень классную платформу, где проводят бесплатную диагностику, где можно все проверить. Субтитры сделал DimaTorzok Молодчина! Трубочку? Трудочку давай сделаем. Умничка! Беллы всегда очень сложно увлечь, поэтому я максимально стараюсь найти занятия именно в игровой форме. И вот на сервисе KidBrains именно так и проходят занятия. Поэтому, если вы переживаете за развитие речи у вашего ребенка, я настоятельно рекомендую пройти вам бесплатную диагностику на сервисе KidBrains. У них все логопеды имеют высшее профильное образование, поэтому за качество переживать не стоит. На пробном занятии логопед проверит и произношение звуков, и логическое мышление, общее развитие ребенка по возрастной категории, и плюс еще, конечно же, словарный запас. Белла занималась все полчаса с огромным удовольствием. Я прям невероятно счастлива, поэтому оставляю ссылку. Занимайтесь! Так, ответственный момент. Мичи вручили репорт за окончание первого полугодия в школе. Ну-ка, говори. Английский 10 из 10, турецкий 7 из 10, математика 9 из 10. Сайенс 8 из 10, социал сайенс 7 из 10. Сайберсисторит 3 из 10. Арт 10 из 10, музыка 10 из 10, физкультура 10 из 10, ICT 7 из 10, немецкий 9 из 10. Ну, малыш, я тебя поздравляю, хорошо окончил. Ну что, ты сам доволен результатами? Да. Сложные были экзамены? Не очень. Да? Ну вообще как, ты переживал? Нет. Ну, отлично. Поехали, а ты... Каникулы! Две недели! Ура! Молодец! А у нас опять дождь и солнце, и опять радуга. Но на этот раз, ребята, она полная. Просто такая яркая. Просто... Понимаете, только закончила снимать тренировку и пошел дождь. Но пока что немножко капает, поэтому у меня есть время сообщить очень важную, хорошую новость. Старт продаж нового марафона открыт. Ура! Очень странно, конечно, объявлять о старте продаж. До начала марафона осталось всего лишь 5 дней. Но это не важно. Самое главное, что я решила с помощью моей команды все свои проблемы. Поэтому марафон сейчас будет еще лучше, еще круче, еще удобнее будет записываться. Поэтому нажимайте на ссылочку, заходите на сайт, выбирайте новые тренировки, новый марафон. Это то, что как раз начинается 7 февраля в понедельник. Там будет все очень удобно, все понятно. Вам придет на почту ссылочка. Если вы уже хоть в одну... Участвовали в моем марафоне, значит, у вас будет скидка. Для этого напишите просто мне в директ, я скину вам промокод. Сейчас на сайте можно оплатить уже любым удобным для вас способом. Если что-то будет не получаться, все равно пишите. Помогу, всех жду. Пока! Пока Белла учит таблицу умножения, тут кто-то наслаждается жизнью. Бим, все хорошо? Выдох, вдох, выдох, вдох. Чувствуете, как плестор работает? Отлично! Теперь боковые! Видео, атаковали собаки. Если, конечно, это можно назвать собакой. Собакой? Я боюсь вообще, в принципе, газ. И сегодня, тадам! Нам установили электрическую плиту. Плинтус пока что еще не приклеивали обратно, потому что, посмотрите, это жир, накопившийся за 3 года, который разбивался под плинтус. В общем, меня ждет большая уборка завтра. С каждым! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, иду отсюда! Давай! Пришел! Тут жених! Давай, давай, давай! До свидания! Иди! Не торопимся, держим равновесие! Выдох! Дох! Газ работает в своем темпе! Хочешь, важно, правильно дышать? У вас оно и не получится в таком положении! Дох! 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 Настягиваем! Доhthal! Дох! На ножке! Будет так же весело! Продолжение следует... 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 дает результат. Я качеству и эффективности Форео доверяю, потому что пользуюсь уже, наверное, лет 7 ими. Поэтому очень их люблю и с огромным удовольствием оставлю на них ссылку. Пользуйтесь и инвестируйте в свое здоровье, красоту и молодость. Итак, Ежа, давай уже решать с тобой вопрос. Перестань бояться Мию. Мия хочет с тобой подружиться. Ты меня понимаешь? Понимаю. Давай, дружим. Что? Что такого? Такая же собака, как и ты. Вот. О, боже. Нет. Не хочешь? Тем временем мадам Биби за всем блюдит. Да? Что, Мия? Не хочешь с тобой ежа дружить, да? Ну, смотри, какие у тебя зубы. Кто с тобой захочет дружить с такими зубами? Я не делаю вид, что читаешь. Не, не читаю. На каком? Английский. Угу. Прошу книги. Угу. 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 Мия в поисках своей подруги. Угу. 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 Биби. Биби. Логовая Kommpo Угу. Дружить! Дружить! Нет, это и только поесть. А ты что? Давай, старайся! Биби, давай! Оп! Нет. Только как-то надо забрать... Репорт! Ты счастлива? Да! Ну, поздравляю! Каникулы начинаются, а у Мити заканчиваются. Поэтому лично у меня каникул в ближайшее время не будет. Ранний подъем не обеспечен. Я, честно говоря, сова. Я не люблю рано вставать. Но, к сожалению... Пока закончилась моя школа и мой университет, началась школа у детей. Вот так вот. И, кстати, у меня спрашивают, почему мы поменяли школу у Беллы. Видимо, не все увидели мои сторис. Я об этом рассказывала. Поэтому обязательно пишу пост. Но первый пост у меня будет про роды. Буквально сегодня я его допишу и обязательно выложу. Не ожидала, что будет столько вопросов, как я рожала. Я, честно говоря, не люблю обсуждать такие личные темы. Но раз вы спрашиваете, поделюсь. Рассказ какой-то страшный получается, честно говоря. Ну, ладно. Расскажу свой опыт. Я приехала в супермаркет. Наш деревенский супермаркет. Что самое интересное, знаете, что почему-то именно в определенных местах работают практически одни русскоязычные люди. Вот так вот. Сказать вам, кстати, еще историю. Многие русские, которые живут на Кипре, начали меня спрашивать, где я заказываю свои любимые отбеливающие полоски Oral Pro. Они, на самом деле, не продаются на Кипре. Я их заказываю в России. Мне их приводят либо мама, либо брат, тот, кто летит первый на Кипр. Либо я их заказываю уже на Южный Кипр. Есть специальная транспортная компания, которая получает посылки на свой адрес и уже потом доставляют и на северную часть, и на южную. Они можно по адресу прямо до дома. Вот. А в России я их заказываю на Озоне, потому что Oral Pro теперь можно заказать на Озоне. Очень удобно. Я вам обязательно оставлю ссылку. Почему именно я пользуюсь Oral Pro? Просто потому что после них не болят зубы. Я не чувствую никаких, вот знаете, после отбеливающих полосок даже дышать иногда больно. Прям болят зубы. После них не болят, потому что в их составе нет перекисельдорода. Они очень бережны. Сейчас у нас зимний сезон. Апельсины. Гранаты. Но они тут уже заканчиваются. Очень неплохой набор фруктов и овощей. Сейчас сезон еще артишоков. Фиенхель. Очень много овощей. О, кстати, вот это я даже не знаю что. Порой смотришь на зелень и вообще не понимаю, что это подается. Я еще очень люблю вот такое смузи. Это стопроцентный органик. И здесь кроме фруктов и овощей больше ничего нет. Очень вкусно. Такое есть морковные, ягодные и овощи. В каждом супермаркете есть всегда свежий хлебушек. Здесь они еще печатают всякие пектики, разные пектики. Туда я стараюсь даже не ходить. Там местные сладости. Пахлава. Я не думаю. Печенька. Проходы офисные пайлы. Некоторые тоже спрашивают часто насчет органики и без глюконовых продуктов. На самом деле здесь их полно. В каждом супермаркете отдельная полочка. Но, я думаю, так же, как и в России. Где всю полосу органик, безглютеновый продукт. Фрукты. Я периодически сюда захожу сразу. Допустим, семечки. Такие разные чаи и так далее. Сейчас надо будет их найти. Вот так. Даже сахар есть. Еще один мой любимый отдел. Это оливки. Ребята, здесь настолько они вкусные, потому что их производят именно здесь. Вот эта штучка просто божественная. Это паста из оливок. Вместо... Всякого хлеба и так далее. Намазываешь на хлебушек. И это очень вкусно. Поэтому я стараюсь это особо не покупать, чтобы поменьше есть хлеб. Идем дальше. Посмотрите, какая красота. Невероятно красивый закат. Ощущение было в Майами. О, да. Очень красиво. Проходило было светло, а выхожу уже темно. Вот так вот. Классическая рубрика из виллы Марсо, когда Маргарита готовит. Вокруг происходит что-то странное. Почему-то все животные собираются вокруг меня. Смотрите. Это... Что-то с чем-то. Биби свежие просто худшие враги. Все время дерутся за еду. Оп-оп-оп-оп. Мартин, что? Что? Я вот дважды тебя только что покормила. Что? 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 Шокер от количества машин. Почему-то в этой школе решили репорты устроить в одно время для всех. Пойдем мы. Походу было сидеть уже там. Пойдем. Пойдем. А уже все было... Клицовская рубщика. Ст gouvern indo наboепrang cngst подняться. Клицовская рубль. Клицовская рубль. Открываем репорт. Белла, какие у тебя оценки? Ты что у нас? Умная, что ли? Отличница? Ну, оценка тебе хорошая была. Хочу сказать. Но все равно на каникулы будем заниматься и догонять по математике, да? Что, Белл? Ну, по математике они уже делением проходят. Well done. Ну, ты артистка, они говорят. Ну, супер. Все, неделя... Ну, что, все? Все спорят. С подарками! Ура! Ой, дорогая, давай... Давай, пойдем вонючку. Давай, пойдем вонючку себе купим. Можно доедешь? Ну, конечно же, приедем вонючку ехать. У нас сегодня прям выходной семейный выход в ресторан. Дорогая, сейска. Дорогая, сейска. Сейска. Дорогая, сейска. Дорогая, сейска. Да! Чтобы не солнце в глаза светило. Видно море. Вот так вот. Вот так вот. Ммм... Я все больше начинаю думать, зачем я это делаю. Ммм... ПЕРЕost violation. Подължachtet видео. creating pouredامой музыку и вонючка. Продолжение следует... Кmelки-п furnу. Тьфея. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне, мои знакомые, посоветовали школу развития интеллекта и математического мышления Абакус Слышали вы про это или нет, но лично я была в восторге Потому что на пробном уроке Бэлл-моментально научилась считать Я записала кусочек, сейчас вам покажу Они именно развивают любовь к математике, усидчивость, концентрацию внимания, скорость реакции В общем, это очень круто, сейчас я вам все покажу Занятия с педагогом включают работу на онлайн-платформе и способиями Решение логических задач, развивающие игры, разминки и упражнения для глаз А также кинезиологические упражнения и нейрогимнастику Мы ищем числа от 1 до 25 по возрастанию Вот занятия мы уже выполнили Бэл точнее И вот то, что нам еще предстоит Ух, как много всего интерес Если вы тоже хотите получить классные занятия по улучшению концентрации и памяти Просто напишите в сообщении об Акус-центру «Хочу развиваться» И получите пособие с очень интересными занятиями, которыми можно увлечь ребенка дома Я, конечно, не хочу нарушать чью-то приватность, но я просто в шоке Наши новые соседи-англичане плавают в бассейне Ребята, сейчас февраль и уже вечер Посмотрите Я в шоке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ну, у нас прям каждый день радуга И на этот раз она у нас полная Посмотрите, Боже Вау Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok